здравствуйте дорогие друзья с вами снова я камелоджи тема сегодняшнего обзора читерский автоприцел сопровождающий цель пропавшую из-за света всех моих зрителей которые нашли это видео по названию и особенно любителей за 4 поставить какой-то сильный чит могу огорчить такого чита нету и не существует природе создать это видео меня заставили мои зрители сразу скажем бестолковые зрители болваны строящие себя знатоков которые обвинили меня в том что я использую якобы использую этот читерский прицел более того с этой ситуации я сталкиваюсь не первый раз у меня еще есть будет читер на елке примерно та же ситуация возникает она по таким причинам я когда играю я играю в снайперском прицеле вот а когда при воспроизведении например вот смотрите вот так я в снайперском прицеле я не могу двигаться так как когда я зайду снайперский прицел то я буду видеть именно в снайперском прицеле нажимаю левую кнопку мышки ну как выстрел я сейчас перехожу видите в вид от третьего лица и смотрите сейчас мы будем стрелять будет вид от третьего лица вам будет видно как это выглядит и вот эти все Они псевдознатоки, они, думая, что они такие грамотные, определяют, что это читерский прицел, хотя на самом деле они самые настоящие болваны, понимаете, и из них такие же эксперты по World of Tanks, как и из Тайсона «Искусствовед». Смотрите, вот сейчас, вот смотрите, я на самом деле в игре играл в снайперском прицеле, при воспроизведении я от третьего лица, и можно подумать, что это якобы я взял в автоприцел. И вот сейчас самое-самое интересное место. Он пропадает из засвета, я его сопровождаю в снайперском прицеле, то есть прогнозирую его движение, стреляю в то место, где предположительно он должен был быть, и его убиваю. Ребята, это не чит, это скилл, то есть как бы вам там было приятно или неприятно это слышать, но это действительно так. А теперь, друзья, давайте посмотрим, как это выглядело в бою, когда я играл. Вот видите, сейчас я от третьего лица, а если так перейду, вот так это было в бою. Вот, сейчас тоже место, мы посмотрим, как это было в бою. А вот теперь, друзья, давайте посмотрим, как это выглядело в бою, если я не буду переключаться в вид от третьего лица, а как это смотрелось. Вот, я захожу в снайперский прицел и просто вручную сопровождаю цель, то есть выбираю упреждение при стрельбе. Потом, при включении, вот я этим всем знатокам должен сказать, что при включении автоприцела идет озвучка, что цель захвачена, во-первых. Либо даже идет надпись, что захвачен. Вот, этот момент. Видели? То есть я просто, это мой скилл, ребята, ну, хейтеры, обижайтесь, вяжите там, что у меня нет скилла. Это мой скилл, я вижу, куда он едет, он пропал из-за света, я его сопровождаю и попадаю. Теперь два слова хочу сказать, почему реализация такого читерского автоприцела, который способен сопровождать цель пропавшую из-за света, в принципе, невозможно. Дело в том, друзья, что сервер варгейминга, он никогда вам не выдаст положение противника пропавшего из-за света. Он его просто не дает. Чтобы его отслеживать, это положение, нужно взлавать сервер варгейминга. А это задача по силу только каким-то айтишным отделам, каких-то спецслужб китайских, британских, американских, российских. Но не как всем этим мододелам, несчастным, понимаете, доморощенным, которые там делают все эти моды. То есть это и близко, и мне по силам. Почему я выложил это видео? Я не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда вот я убиваю невидимого противника, который уходит за света. Я сопровождаю его, то есть я понимаю, как он едет. Ну, это скилл, это ну как бы с опытом это приходит. Опытные игроки подтвердят, это все прекрасно понимают. Именно опытные игроки. А таким ребятам вот это видео, это видео называлось «Как забустить аккаунт без доната», отписались Андрей Умнов и Дима Терентьев. Я должен передать вам привет, друзья, сказать, что вы болваны, профаны в этой игре. И из вас такие же эксперты, как и по World of Tanks, ну, например, как из дюймовочки борец с уму. То есть не позорьтесь, понимаете, и не пишите всякую чушь и ерунду. Если чего-то не знаете, напишите «Камелот», объясни вот эту ситуацию. Это читерский автоприцел или еще что-то. А безапелляционно обвинять и этот самый, в чем-то упрекать, это удел невеж и невеж. И, в общем-то, таких болванов. Простите, друзья, немножко эмоционально, но правда, как бы допекло, и вот захотелось как бы все это. Это не в первом виде, а с этим сталкиваюсь. То есть, когда играешь в снайперском прицеле, воспроизводишь, когда делаешь обзор, воспроизводишь, переходишь в вид от третьего лица, вот такое возникает. И тут же находятся псевдознадыки и все такое. Ну, в общем, друзья, еще раз приношу свои извинения за эмоциональность. Такой коротенький обзор, не в защите уж. С вами был я, Камило Джи. Хороших боев, хороших союзников. До свидания, друзья.